Кое-какое представление о файловых системах у нас сложилось, пора уже приступать к делу. Для начала давайте запишем файловую систему. В этом нам поможет утилита mkfs. Всякие настройки по умолчанию для файловой системы X4 лежат в файле etc.mke2fs.conf. Тут у нас размеры блоков и нот и все такое. И все, что нам остается сделать для создания файловой системы, написать команду mkfs. желаемая файловая система, потом раздел или диск. Программа создаст файловую систему и покажет нам информацию о ней. Сколько блоков, какого объема поместился в файловой системе. Какое количество и нот, идентификатор файловой системы, где сохранились бэкапы суперблока. Того самого, где хранятся метаданные самой файловой системы. Всякие детали о файловой системе можно посмотреть с помощью tune2fs с ключом l и указанием раздела нужной файловой системы. Но в большинстве случаев с этим всем не нужно заморачиваться. По умолчанию все настроено так, чтобы работать из коробки для большинства случаев. А если файловая система вам нужна для каких-то серьезных задач, то нужно изучать документацию. Пойдем дальше. Ну ок, есть у нас файловая система, а что с ней делать дальше? Для начала ее нужно куда-то прицепить, точнее примонтировать, в какую-то директорию. Собственно, все зависит от ваших задач. Задачи могут быть разные. Скажем, отделить файлы пользователей от системы, чтобы можно было переустановить операционную систему, не стерев ваши файлы. Тут нужно отделить директорию home. Или, допустим, вы хотите на сервере отделить файлы с данными от файлов операционной системы. Или, например, отделить директорию с логами, чтобы в случае какой-то проблемы они внезапно не забили весь диск логами. Отчего система может просто перестать работать нормально. И это только ряд задач. На деле причин может быть много. Но давайте, например, вынесем файлы пользователей на новую файловую систему. Если я возьму и просто примонтирую новую файловую систему в home, то я перекрою существующие файлы пользователей. И вместо них будет чистая файловая система. И директория home окажется пустой. Это не дело. Нужно сначала перенести файлы пользователей на новую файловую систему. А это не такая простая задача. Если я сейчас сижу от имени пользователя, пусть даже не видно, но я работаю с файлами в домашней директории своего пользователя. То есть графический интерфейс подгрузил всякие файлы настроек и всячески использует мою домашнюю директорию. А пока файлы используются, перемещать их не стоит. Можно случайно повредить их. Поэтому нужно завершить все процессы, использующие директорию home. Во-первых, для этого мне нужно разлогиниться. Но как мне тогда работать? Правильно, через виртуальный терминал. Нажимаем правый Ctrl F3 и заходим в виртуальный терминал из-под рута. Дальше убеждаемся, что никакой процесс не использует файлы в директории home. В этом нам поможет утилита lsov, показывающая открытые файлы с ключом d, чтобы проверить во всех субдиректориях. У меня тут пусто, но если у вас какие-то процессы используют файлы, желательно их завершить. Вы знаете как. Дальше стоит проверить размер директории home. Хотя надо было еще при создании разделов. Для этого используем утилиту do. Как видите, тут файлов на 241 мегабайт. А наш раздел sdb1 почти на 200. Да и будь тут хоть 250 мегабайт, у меня дальше начинается другой раздел. А значит в будущем я не смогу увеличить размер раздела и файловой системы. По крайней мере, без кучи махинаций. Поэтому лучше изначально разделы определить так, чтобы у каждой файловой системы хватало места с запасом. Но при этом, если нет необходимости, не занимайте все свободное место на раздел. Увеличить раздел и файловую систему всегда можно, если есть свободное место. А вот уменьшить размер файловой системы зачастую проблемно. И на XFS пока нет такой возможности. Но у меня есть раздел sdc2 на 800 мегабайт. Его и будем использовать. Опять же, нам нужна файловая система. Теперь мне нужно перенести файлы из директории home в новую файловую систему. А чтобы это сделать, мне нужно временно премонтировать новую файловую систему. Для таких целей есть специальная директория .mnt. Я просто пишу mount sdc2 в mnt. То есть, какую файловую систему в какую директорию. Чтобы убедиться, что все сработало, я использую утилиту df. Самая последняя запись. sdc2 премонтирован в mnt. Окей, пора переносить файлы. Проверяем, все ли нормально. Вроде все ок. Файлы перемещены. Теперь пора отмонтировать новую файловую систему и премонтировать в home. Чтобы отмонтировать you mount. Но прежде чем пойдем дальше, есть еще одна деталь. То, как мы премонтировали сейчас, не означает, что после перезагрузки операционная система также примонтирует. Ей нужно об этом сказать, чтобы в будущем она всегда монтировала sdc2 в home. Для этого есть файл etc.fstab. И тут нам нужно достоверно компьютеру сказать, какую файловую систему куда нужно монтировать. А так как мы выяснили, что sd-a, sd-b и sd-c имена, которые могут меняться, то нельзя указывать их. Вместо них мы можем использовать идентификатор файловой системы. Помните, при записи файловой системы мы видели такой? И чтобы не искать его, можем воспользоваться утилитой blkid. Второй столбик, uid, это наш идентификатор файловой системы. Если мы форматнем эту файловую систему, будет другой uid. И теперь нам нужно переписать этот uid в файл etc.fstab. Но тут же много символов. Хотя мы же знаем, что у нас в системе куча утилит для работы с текстом. Воспользуемся одной из них. cut. Итак, blkid делит столбцы по пробелам. Значит, пробел наш делитель. При этом нам нужен второй столбец. Таким образом мы получили нужную строку. Теперь нужно записать ее в файл. Но прежде чем делать эксперименты с реальными файлами, лучше их забэкапить. Напишите в комментариях, каким образом сработало регулярное выражение при копировании. Теперь выполняем команду blkid, но вывод добавляем в fstab. Тут будьте очень внимательными. Обязательно два символа больше, чтобы не перезаписать файл. Теперь осталось дописать строку. Итак, файловая система указана. Можно ориентироваться на примеры выше. После юида указываем точку монтирования. Home. Количество пробелов не важно. Дальше указываем тип файловой системы. x4. После этого опции монтирования. Допустим, чтобы в Enot не писалась информация о последнем доступе к файлу. Это сильно сократит частоту записи на жесткий диск. Напишем defaults, no time. Через запятую без пробела. А по умолчанию можно оставить defaults. На самом деле, defaults тут, чтобы поле не пустовало, и мы могли бы убрать defaults и оставить только no time. Но я решил оставить, чтобы показать пример нескольких опций. Я приложу ссылку, где показаны различные опции монтирования. Там же можно найти информацию, что включает в себя defaults. Дальше две цифры. Первая – это dump для создания резервной копии файловой системы. Хотя для работы этого нужна утилита dump, которая сейчас практически не используется. Но в целом есть такая возможность. И если стоит один, то будет сниматься dump. А в большинстве случаев здесь указывается 0. То есть без dump. Вторая цифра – проверка файловой системы. Во время работы на файловой системе могут накапливаться ошибки. И в целом внештатные ситуации, как например при внезапном отключении компьютера, могут создавать ошибки. Да, журнализирование частично решает проблемы, но не полностью. Поэтому файловые системы желательно иногда проверять на наличие ошибок и исправлять. Для этого есть утилита fschek. Но проверять целостность файловой системы во время работы нельзя. Это может ее повредить. Ее нужно предварительно отмонтировать. Но это не всегда просто. Как вы отмонтируете корень, где у вас система? Да и чтобы не заниматься этим вручную, это можно автоматизировать, чтобы при включении компьютера конкретная файловая системы проверялась на ошибки. И они исправлялись. Тут значение может быть 0. Это не проверять. 1 стоит использовать только для файловой системы, где лежит корень, так как исправление ошибок на нем более приоритетно. Для проверки всех остальных файловых систем можно указать 2. После чего сохраняем. Теперь, когда система знает, куда монтировать sdc2, можно просто написать mount sdc2 или mount home. Теперь можем вернуться к графическому интерфейсу и залогиниться. Опять напишем dfh и посмотрим, что куда примонтировано. Как видите, файловая система sdc2 примонтирована в директорию home. И если бы что-то не работало, мы бы просто не могли залогиниться. Итак, при включении компьютера операционная система смотрит в fs-tab, видит какую-то файловую систему, куда и как монтировать и делает это. Но что, если файловая система недоступна? Допустим, какие-то проблемы с диском или самой файловой системой, а может опечаткой в fs-tab. В таких случаях операционная система не загружается полностью, а предлагает нам посмотреть и исправить ошибку. Игнорировать проблемы с файловой системой и загрузиться операционная система не может, если, конечно, это не указано в fs-tab. Представьте, что на этой файловой системе есть какие-то важные файлы. Допустим, файлы приложения. И если у нас система запустится, запустит приложение, но оно не увидит свои файлы, приложение может создать кучу проблем. Во избежание такого операционная система не даст запустить всю систему, если ей не удается примонтировать какую-то файловую систему. Давайте воссоздадим такую ситуацию и попытаемся ее решить. Для этого давайте испортим запись в fs-tab. Добавим здесь перед uid какие-нибудь буквы, типа мы опечатались, и перезагрузимся. Как видите, система не смогла запуститься и предложила нам командную строку. Во-первых, вводим пароль от пользователя root. Чуть выше командная строка рекомендует посмотреть логи. Немного полистаем вниз и увидим красную строчку. Failed to mount home. То есть не получилось примонтировать home. Чуть выше написана причина. Не найдено устройство. Но прежде чем исправлять, представим, что дело не в вашей опечатке, а какая-то проблема с файловой системой. Для этого выполним проверку файловой системы с помощью утилиты fschek. А для файловой системы xfs используется утилита xfsrepair. Сейчас у меня ошибок нет, но если бы были, программа бы о них знала, и предложила бы пути решения. Окей, теперь можем исправить наш fs-tab. Затем выполнить mount defuse-a, то есть премонтировать все файловые системы, указанные в fs-tab. Перепроверим с помощью df-h. Сейчас все премонтировано как надо. И теперь можем перезагрузиться и убедиться, что все работает. Также у многих возникает вопрос, а какие директории стоит выносить на отдельные файловые системы. Идеальной схемы нету. Где-то что-то имеет смысл отделять, а где-то это просто усложняет. Мы разобрали, зачем это для home. Вскоре мы разберем, зачем это может понадобиться для boot. Какие-то директории, например, dev, proc, sys. Мы уже их разбирали. В них виртуальные файловые системы. В etc важны для загрузки операционные системы настройки, тот же fs-tab. И вынести его на отдельный раздел очень сложно и бесполезно. Media и MNT обычно пустые директории, куда временно монтируются всякие флешки и CD-диски. Поэтому их выносить бессмысленно. В opt обычно лежит проприетарный софт. На домашних компьютерах его выносить на отдельный раздел обычно не нужно. А на серверах сильно зависит от самого софта. Иногда для удобства стоит отделять файлы приложения от файлов системы. Это позволит легче бэкапить приложение, переносить его на новые системы и так далее. В целом это касается приложений на серверах, которые могут использовать в качестве директории с данными, opt, home, а то и отдельную директорию в корне, например, srv. Домашнюю директорию root выносить бессмысленно. Там обычно ничего примечательного. В run еще одна виртуальная файловая система. Про temp мы упоминали. Тут у нас всякие процессы и пользователи могут создавать временные файлы при работе. И в большинстве случаев имеет смысл вынести temp в виртуальную файловую систему. Я приложу ссылку об этом. Касаемо usr все сложно. Раньше имелось смысл вынести usr, чтобы сделать его read-only, то есть доступным только для чтения. В таких случаях во время обновления или установки программ ее перемонтировали для записи, а потом обратно в read-only, что позволяло обеспечить безопасность, так как если нет возможности изменить файлы, то всяким вирусом будет посложнее. Но в современных дистрибутивах происходят изменения, и вынести usr, если и можно, то все равно не рекомендуется. А read-only можно сделать весь корень при определенных условиях. В директории var лежат динамические файлы, которые меняются, например, логи, файлы баз данных, сайты и тому подобное. В этом и суть директории. Если вы хотите обезопасить систему и сделать ее read-only, то директорию, в которой что-то постоянно меняется, стоит вынести в отдельную файловую систему. При этом монтировать var можно с определенными опциями, например, noexec, чтобы нельзя было запускать программы в этой файловой системе. Но тут, конечно, нюансы. У вас тут может лежать сайт в директории var.www, где может требоваться запускать какие-то файлы сайта. Поэтому имеет смысл выносить не весь var, а его определенные субдиректории, например, var.log, где лежат логи. В целом рекомендуется выносить директорию var.log на отдельную файловую систему. Потому что бывают случаи, когда какие-то сервисы начинают внезапно писать очень много логов. И если var.log вместе с корнем в одной файловой системе, то когда закончится место на файловой системе, начнут появляться проблемы. Все это базовые операции при работе с файловыми системами. Мы знаем, как ее создать, как ее примонтировать, как сделать так, чтобы она монтировалась при включении компьютера. И мы, для примера, переместили home на раздел одного из дисков. И хотя, казалось бы, в целом проделать все это не сложно, но когда речь идет о терабайтах данных, все эти махинации могут занять много времени. При этом сервисы, использующие эти данные, будут недоступны для пользователей. Время – это деньги. И пока вы будете перемещать данные на новые диски большего объема, бизнес будет терять деньги. Поэтому админ должен заранее определить, сколько места понадобится на те или иные файловые системы, какие из них в дальнейшем могут потребовать больше места, какого рода файлы будут храниться, большие или маленькие. В зависимости от этого, подкорректировать размеры блоков файловой системы и рассчитать необходимое количество инод. И все это сделать еще на этапе установки операционной системы. Но, как бы идеально вы не рассчитали, в жизни не все идет по плану. Поэтому есть более гибкие системы, о которых мы поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok